Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня утро хочу показать вам с завтрака. На улице дождик прям был практически даже всю ночь, наверное, такой прям достаточно сильный. Пошла, собрала клубничку. Сейчас немножко дождик перестал. Вот она ещё даже мокроватая такая вот. Хочу позавтракать. У меня вот здесь творожок, хлебцы. Ну, зелень у нас обязательно, даже если есть творожок. Вчера пару листиков надо обязательно скушать. Сейчас укропчик, салатик и шпинат. Вчера Марина, подружка, принесла мне много-много шпината. Мы даже с Валерой сделали яичницу со шпинатом. Очень вкусно, кстати, на ужин приготовили. Сейчас ведь я нарежу сюда клубничку себе, себе в творожочек. Можно даже, наверное, ложечку сгущеночки положу. И с цикорием, с молочком всё это запью. Я думаю, что это хороший завтрак. Витаминки, белок, всё есть. И ещё и зелень. Вот. Всем приятного аппетита. Сейчас дождик пройдёт. Пойду в сад. Поделаю, какими делами позанимаюсь. Они всегда есть. Посмотрите, какую розу мне вчера принесли тоже. Это Маринин муж сорвал. Подружки. Вот. Красота какая. Там у меня ещё срезанная. Она крупная тоже. Это вот помельче. Ещё срезанная лежит. На улице, там, в тазу с водой. Буду черенковать. Ну, может быть, сейчас вот дождь идёт. Я под крышей там и почеренкую немножко. И вам покажу. Ну, запах. Вот эта вот роза очень вкусно. Так прям вкусно пахнет. Красотка такая. Розу, посмотрите, поставила я ей. Вот. Под картины. Я вышивала бисером. Вот такие розы. Отсвичивает немножко. И вот прям роза. Это я ещё вот в Омске вышивала. И вот видите. Получается. Всё в наших руках. Вся судьба в наших руках. Что задумаем. Я даже не думала, что у меня будет сад. И розы буду выращивать. А вот видите, как получилось. Информация в небеса ушла и вернулась. Вот. Всё. Так что думайте о хорошем всегда. И всё это, всё это сбудется. Не через год, через два. Всё равно это сбудется. Видите, как интересно получилось. Такая вот роза. И вообще я не только вышивала розочки. Сейчас покажу. Вот здесь вот у меня на кухне подсолнухи. Вот. И вот получилось, что у нас вот мы живём. Действительно там подсолнуховый рай. Едешь поля вокруг, подсолнухах поля. Да, тоже всё воплотилось в жизнь. У меня есть плейлист вышивкой. Вот я там много показываю своей вышивки и рассказываю. Вот. И да, много воплотилось в жизнь. Даже сама не знала об этом. Не думала то есть об этом. Сейчас вот ещё покажу. Так, покажу вам. Вот ещё самое главное. Посмотрите. У меня была, конечно, в Омске клубничка. Но не до такой степени. Её много было. Вот. Вот. Всё, что захотела, всё сбылось. На подсознании всё думала. Даже не думала, что дом будет. А видите, как интересно. Так что надо всегда думать о хорошем. И всё сбудется. Запах на всю кухню. Аромат, аромат. Всё, пошла одеваться. Пойду в сад. А ещё хотела показать одну картину. Вот это точно мечты сбываются. Тоже вышивала ещё в Омске. Мурка. Сидит. Так. Вот, смотрите. Получается даже домик и река. Ну, тоже, тоже совпало. Домик и река. Ну, как вот здесь вот не верить в судьбу. Посмотрите. Домик у реки. Мы и живём у реки. Вот. Ну, гор там нету. Ну, горы, пожалуйста. Горы у нас в Майкопе есть. И даже птицы похожие на... Ну, может быть, это журавли. Ну, у нас здесь цапли. Очень много цапель. Видите, каждый свою судьбу вышел собственными руками. Ну, всё. Остальные картины, если кому надо, посмотрите в моём плейлисте. Много вышивки. Сейчас вот все веточки вот эти... Вот эти вот все мы уберём. Так. Ой, сейчас покажу. Все вот эти вот веточки мы срежем секатором. Так. Маленький. Не буду черенок делать. Примерно вот раз, два, три. Вот это тут. Вот четыре междоузли. Вот с этого у меня получится один череночек. Пусть он будет хороший лучше. Сейчас вот я срежу. Здесь вот снизу мы сделаем такой косой срез. А сверху сделаем... Так. А сверху сделаем просто... Просто прямо. Буквально вот... Вот так, как вам показать. Вот примерно срезать сантиметр. Так. Вот сантиметр вот над верхней почкой. Прямо. Вот такой у меня получился черенок. Так. Вот здесь вот мы на косую режем. Убираем все веточки. Раз, два, три, четыре. Даже вот пять получилось у меня почек. Вот. И над верхним срезаем. И укорачиваем листочки. Сейчас же... Сейчас вот подготовлю еще один черенок. Так же. Вот таким же образом. Ну вот получилось у меня два черенка. Ой, какие розы красивые. Вот они, два череночка. Вот. Здесь листики оставляем для питания. Так, срезали их. Все. Это ничего сложного нет. Хотите в корневин? Я в корневин не обмакиваю. Сейчас пойдем мы... Я там уже подготовила. Так. Подготовила земельку. Здесь вот выбрала. Хотела вначале в горшочке. Потом думаю, а не буду. Земли что-то маловато. Да и бегать с этими горшочками. Здесь вот под кизилом. Такое вот хорошее местечко. Здесь вот я руколу выращивала на зелень. И сейчас вот я там, хоть и влажность, ну, семья хорошая такая. Можно подкапывать. Влажная земелька. Вот я сейчас туда торфа немножечко для рыхлости еще туда перемешала. И перлитика. И вот сейчас я и буду садить. Я сажу прямо. Не всякие... Не без всяких углублений. Без наклонов сажу. У меня всегда, не знаю, всегда все приживалось. Вот примерно вот. И вот так вот. Вот. Заглубили одну розочку. Сейчас вторую. Вот так вот. Вот примерно вот. Где-то к почечке туда. Вот так вот. Вот заглубили. И теперь я заранее приготовила бутылки. С крышечкой. Сейчас прохладненько. Вот их вот накройте. Вот все. Сейчас влажно. Можно их не опрыскивать. Но сейчас вот можно опрыскать перед тем, как они у меня суховаты были. Сейчас я пульверизатор принесу, опрыскаю. И все. И вот пусть они так стоят. Когда будет жарко, открывайте эти крышечки. Сейчас пока прохладно. Пускай крышечки будут закрыты. И месяца, через месяца полтора, даже, знаете, когда увидите вот эти потечки, пойдут почки на них. Если все будет удачно, я вам покажу, конечно. Всяко бывает. Все бывает. Если здесь будет сильное солнышко, я просто на день буду притенять его немножко. Ну, сейчас пока вот пасмурно. Еще здесь кизильчик закрывает. И совсем в тень садить не надо. Все равно синтез должен идти. И на солнце тоже нельзя садить. А то у вас они не укоренятся. И когда пойдут, увидите, в пазухах пойдут веточки, не открывайте. Потому что корней еще нет. Это они, может быть, только к осени укоренятся. Я вот обычно вот так вот режу, делаю их. И они у нас вот на Кубани на следующий год, к весне, можно уже пересаживать, и они уже начинают даже цвести. А хотя за лето такие хорошие уже победы получаются. Опять дождь пошел. Ну, что ж такое-то. То сухо, то дождь. Ну, вот еще два дня, говорят, и будет тепло. Во всю дождик, всю ночь дождь шел. Вот, не дает поработать. Говорят, хватит работать, отдыхайте. Здесь уже вам все показывала в предыдущем видео. Ходила по саду. Вот сегодня, не знаю, выкопать. Хочу там вот хосты возле душевой выкопать одну хосту и поделить ее. А все равно там она мешает. Ну, посмотрю сейчас, если дождик, может быть, немножко будет поменьше. Пойду выкопаю. Сейчас, наверное, домой пойду чайку попью. А еще хотела сказать, когда будет жарко, так, смотрите, чтобы грунт был влажный. Только не переливайте. Главное, не перелить. Так можно даже пробочку открыть или приподнять и немножечко из леечки немножко увлажнить землю. Сейчас, наверное, еще не скоро будет сухо. Дождик вроде прошел. Солнышко вон. Ну, тучки, конечно, есть. Прям тучки. Надо пойти открыть тепличку. Все равно там нагревается. Все равно там нагревается. Холодно было. Ну да, прям такой жар идет из теплицы. Саша, заходи, заходи. Погрейся. Погрейся. Ой, сейчас еще с другой стороны открою. Все открыла. Пусть проветрится. Сколько там градусов? Здесь сейчас 32 градуса. Ну, сейчас проветрится. Там цветочки все еще. Ну, еще два дня прохладные. Вынесу я их. Опять вынесем их отсюда. Ой. Так. У меня вон уже огурчики висят. Сейчас вам покажу. О. Мурчики уже там. Скоро тоже будет. Так. Вот эти бьерна, они прям рано завязываются. А вот это какой-то какой-то новый я посадила. Ну, вот они кустовые. У них прям вот много там. Вот там. В гнезде. Да, 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 да. Да. Из гортензицы здесь уже отцветает. Пильчатая он уже. Ой. Пойдем. Сейчас мы... Сейчас иду. Сейчас сегодня хочу выкопать одну хосту и попробовать ее почеренковать. Не почеренковать, а рассадить ее просто. Вот. посмотрим, что получится. Сейчас мне Валера будет помогать. Вот. Хорошо. Опять как тепло. Когда солнышко выйдет, выйдет прям так прекрасно. Так. Ну, наверное, вот это вот, которое вот здесь вот она вот. Посередке. Здесь вот их две. Так. Может быть, вот эту? Разрослась. Да, разрослась вообще. Может быть, вот эту вот? Как ты думаешь? Или, наверное, вот эту? Нет, эту посередине. Да, которая посередине. Она мне мешает. Это место будет между ними. Голубому можжевельнику. Ну, давай, приступай. Прям подальше. Здесь уже не буду, конечно, больше садить ее. Пусть. Ой. Что получится? Сейчас, пока земля такая влажная, а то потом бы не откопали бы совсем. Там какие-то листики сломаются. Ничего страшного. Помощник мне в помощь. Вот такой помощник. Ой, этот гипарисовик шикарный какой. Ой, все мокрое. Все кругом мокрое. Сейчас ведро, а там потом на картон. И буду я с ней перчатки одену и повожу с ним немножко. Ну, что себе, вон, какие корни уже, смотрите. О, да, это здоровая хостель. Ой-ой. Сейчас я тебе помогу. Подожди, Валер. Ну, все. Вот в большое ведро. Я тоже выкатываю. Ну, это подожди пока. Это еще успеем. Вот в большое ведро посадил. Ой, посадил. Сейчас я туда, наверное, водички залью. И вот она будет хорошо разденяться. Вот сюда, здесь поставь ее, Валер. Я сама разберусь. Вот здесь, вот здесь поставь. Вот. Все. О, какая у меня красотка. Сейчас я ее буду, что-то с ней буду делать. Так, хочется здесь, чтобы много было корешочков-то. Наверное, водичкой все-таки залью. Водичкой. Попробую сейчас что-нибудь придумать. Я ее в воде. Мушу разрезать. Ну, я сама разрежу вообще-то. В воде ее намазомочила. Вот корни. А то иначе никак. Сейчас хочу вот таким ножом попробовать разрезать на деленке, что получится у меня. Такую здесь я грязь развела на картонке. Вот одна у меня уже посажена. Хорошую земельку ей. Лишние листики пооборвала. А не, он сейчас в середке опять пойдет. Я думаю, что приживется. Конечно, надо было раньше, когда только показываются хосты. Ну, вот, все, что-то упустила. Да и не хотела. В принципе, не думала. А здесь, думаю, надо поделить ее. Вот сейчас ножом разрезала. Вот такие вот получились у меня. Потому что никак они друг от друга. Вот эта только отошла. Вот деленочка. Вот, получилось. Раз, три, четыре. Так, ну, пускай крупные будут. Пускай. Растет. Пусть в горшках постоит. Вот, потом посмотрим, что будет с ней. Если что, можно осенью или на следующий год. Можно будет продать. Ну, тоже есть хорошие кусты. Не просто как вот продают там по одной веточке. А прямо уже хорошие такие деленки. Ну, не знаю, я ни разу хосты не делила. Это мой первый опыт. Будем смотреть, что получится. Еще выкопали вот такую хосту. Вот, сейчас покажу. Вот она. Тоже там вот на солнце она росла. В том году вся, вся думала пропадет. Вся от солнца. Обгорела там еще. Валера что-то выкапывала. Я уж не помню. И ее, половину ее выкопал. Вот, думали пропадет. Нет, ничего. Вон еще. Вот она небольшая. Сейчас ее отсоединила, смогла прям руками. Просто вот на три эту не буду отсоединять. Пускай растет. Побольше в горшочек посажу. Вот, еще будет, еще будет три хосточки. Она красивая хоста. Сейчас вот покажу, какая она вот выросла. Вот они они. Вот, посмотрите, какая красивая. Просто она маленькая. Из корешка выросла. Надо маленькие делить. Маленькие, когда отлично. Или рано весной. Сейчас эти тоже посажу в горшочек. Все, здесь убрала. На улице опять дождь пошел. Все так громыхает. Даже гром. Давно не было грома. Грозы. Наверное, к теплу. Уже хватит. Уже нам тоже холода надоели. Уже тепло. Хочется, чтобы ягодка проспела. Ну, ладно, дорогие друзья. Погода нам не дает и с вами в саду побывать. Пойду домой. Всем всего хорошего. Хорошей погоды. Мирного неба. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok